Привет, я Олеся Медведева, это Ясно Понятно блог на канале Страна Юэй. В этом видео я предлагаю разобраться, почему в Соединенных Штатах Америки так много летальных случаев заболевания коронавирусом. Почему медицина сверхдержавы не справляется, и не справляется ли она, или есть какой-то иной фактор. Также поговорим о том, как пандемия COVID-19 отображается на президентской гонке, которая приостановлена, но все еще продолжается в США. Ну и, конечно, самое важное, а что это все значит для Украины? Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Начнем, пожалуй, с политики. Буквально на днях Берни Сандерс, это кандидат на праймарис от демократов, решил выбыть из президентской гонки. Он решил прекратить бороться за президентское кресло, потому что последнее время проигрывал в ключевых штатах. Ну, вот так. И теперь мы на 100% уверены, что в финале встретятся Дональд Трамп и Джо Байден. А Берни Сандерс был, по сути, единственным кандидатом, который предлагал расширить доступ к американской медицине. И это было очень важно. Почему? Расскажу дальше. Эпидемия коронавируса в США принимает все большие масштабы. Она там не идет на спад. Последние несколько суток в США умирают больше 1700 американцев. Сейчас Америка лидирует по количеству зараженных коронавирусу людей и находится в тройке по количеству умерших. Буквально недавно Корнеги Центр опубликовал статью, в которой очень подробно расписал, почему именно США стали эпицентром пандемии. Давайте же и мы разберемся, почему. Еще в конце марта США вышли на первое место по количеству зараженных, обогнав и Китай, и Италию, и Испанию. С тех пор отрыв только увеличивался. На 7 апреля там было почти 370 тысяч заболевших и 10 тысяч умерших. Вслед за количеством зараженных подскочил резко вверх еще один показатель. Число американцев, подавших на пособие по безработице. В конце прошлой недели их там было уже 9 миллионов человек. Кроме того, всем жителям США, заплатившим на данный момент все налоги хотя бы за 2018 год, федеральное правительство обещает разовую выплату в сумме 1200 долларов на человека. Всего в законе об экстренной поддержке американской экономики, который Конгресс принял 27 марта, и который уже подписал Дональд Трамп, предусмотрено 2 триллиона долларов госрасходов. Это намного больше, чем Конгресс выделял на поддержку экономики в кризис 2008-2009 годов. Американский антикризисный пакет законодательных инициатив сделал тесты на коронавирус для граждан бесплатными. Но те, кто попадают в больницу без медицинской страховки, задолжают десятки тысяч долларов. Незастрахованные американцы, а в 2018 году было их около 27 миллионов, и так сильно закредитованы. Зачастую из-за прошлых долгов на лечение или покупка дома, бизнес, в Америке много людей живут в кредит постоянно. Как правило, люди, не имеющие медицинскую страховку в Америке, работают на низкооплачиваемой работе и не могут себе позволить даже переболеть дома, не говоря уже о госпитализации. В США работодатели не обязаны предоставлять своим сотрудникам отпуск по болезни. Больничного у них там нет, они не понимают, что это такое. Многим в таких условиях приходится ходить на работу с признаками ОРВИ, таким образом они являются разносчиками вируса. Кроме того, медицинские долги это часто недолеченные и ставшие уже хроническими болезни. И они, как мы знаем, усложняют клиническую картину при коронавирусе и увеличивают вероятность умереть даже для довольно молодых людей. Те, кто получают медстраховку через работодателя, рискуют потерять ее в текущий кризис вместе с работой. И страховку, и работу. В такой ситуации, конечно, можно обратиться к соответствующему госстраховщику малоимущих. В Америке такие есть. Но критерии регистрации там разнятся от штата к штату. Многие рискуют не пройти ценз по доходу. Если он слишком высок, то людям придется подыскивать страховку на открытом рынке. А из-за коронавируса цены на эту страховку очень сильно кусаются. При этом эпидемия еще далека от пика. На брифинге в Белом доме 1 апреля президентская рабочая группа по борьбе с коронавирусом, согласно странное название, представила статистическую модель, по которой в США к середине июня может умереть от 100 до 240 тысяч американцев. Даже если все население будет неукоснительно соблюдать карантин в течение месяца. Там, где карантин в США введен, а он введен не везде, его невозможно сравнить по строгости с итальянским или же китайским. Например, во многих штатах церковные службы все еще разрешены. А оружейные магазины признаны необходимой отраслью для торговли, причем даже на федеральном уровне. Дональд Трамп объявил стране чрезвычайное положение еще 13 марта. В теории после этого штаты должны были получить от федерального правительства дополнительные транши, в том числе на покупку медицинского оборудования. Должны были получить денег. Помимо денег штаты также могут запрашивать прямые поставки оборудования, аппараты искусственной вентиляции легких, а также средства защиты из национального стратегического запаса. Однако последние два года в штатах этот запас фактически не пополнялся из-за разногласий по финансированию между Министерством здравоохранения, которое им распоряжалось, и административно-бюджетным управлением Белого дома. Ну не сошлись. Но власти штатов жалуются, что ресурсы распределяются абсолютно непонятным образом и не удовлетворяют необходимые потребности. В этой ситуации также является важным сам фактор Трампа. Американские журналисты и общество уже давно привыкли к импульсивности Дональда Трампа, которая вносит элемент неожиданности в любое событие с его участием. Эпидемия коронавируса сделала фактор Трампа еще более весомым. Вплоть до середины марта президент США отрицал серьезность угрозы. Даже заявлял иногда, что вирус вообще этот исчезнет сам по себе. Когда счет заболевших США пошел уже на тысячи, Трамп стал отрицать, что когда-либо относился к коронавирусу несерьезно. При этом он высказывался против долгого периода самоизоляции, указывая на негативные последствия для экономики. И вообще говорил, что это все кончится для Америки намного скорее, чем они того ожидают. Некоторые губернаторы-республиканцы, ориентируясь на Трамп, сочли его подобные высказывания о негативных последствиях карантина, как инструкцию к тому, чтобы не вводить этот карантин как можно дольше. Флорида – самый густонаселенный южный штат, там вроде как 21 миллион человек проживает. Были все отправлены по домам только 1 апреля. А некоторые пляжи, которые во время мартовских каникул посещали массово студенты, не закрыты до сих пор. А губернатор штата оправдывался тем, что не получал прямых указаний и инструкций из Белого дома. Он, кстати, горячий сторонник Трампа, тоже республиканец. Далее, как я уже говорила, из президентской гонки выбывает Берни Сандерс, чья программа как раз таки и опиралась на медицину, сделать ее более доступной для американских граждан. В программе же Джо Байдена, который теперь будет представлять демократов на президентских выборах против Трампа, ничего такого о медицине нет. Да и в принципе, программа Трампа от программы Байдена ничем особо таким и не отличается принципиальным. На данный момент, пока границы закрыты, такая мощная вспышка эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах Америки, Украине особо ничем не грозит с точки зрения эпидемиологии. А вот с политической точки зрения, что демократов будет представлять Байден, украинскую карту снова будут разыгрывать. Речь идет о коррупции семьи Байдена в Украине, о которой мы неоднократно и писали, и рассказывали. Сын Байдена устроился на очень большую зарплату в украинскую компанию Бурисма, после чего против ее владельца Злочевского были закрыты уголовные дела. В американском Сенате намерены дать ход расследованию по коррупции Байдена в Украине. А в свидетели хотят позвать бывших и действующих украинских чиновников. Однако Трампу будет сложно с точки зрения результативности раскручивать это дело, если ему не будут помогать представители украинской власти. И очевидно, что в Вашингтоне ждут неких шагов в этом направлении от нового генпрокурора Венедиктовой. Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапко, как считается, был близким и остается близким к демократической части американского эстеблишмента, то есть близким к демократам. И потому блокировал движение любых дел, связанных с Байденом. Судя по реакции наших украинских сарасят, они тоже очень рады, что демократов будет представлять именно Байден. И если вдруг так случится, что Джо Байден победит на американских выборах, то все те люди, которых зачистил, скажем, Трамп с должностей, там Курт и Волкер и всякие другие американские демократические ястребы, вернутся, скорее всего, на свои посты. Для Украины это будет означать только одно – вернутся старые кураторы. Хотя особой разницы мы не почувствуем, как были под контролем мы в зависимости от МВФ, так, в принципе, и остаемся. Такие дела, друзья, на этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна.юэй. Будьте здоровы, не болейте, а лучше подписывайтесь на канал Страна.юэй, нажимайте колокольчик, смотрите новые выпуски первыми, делитесь нашими видео со своими друзьями и знакомыми, а также делитесь своим мнением в комментариях совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока!